здравствуйте сегодня мы с вами будем заниматься логикой первого порядка опишем синтаксис этой логике и ее семантику посмотрим каковы ее выразительные возможности сначала давайте я расскажу немножко о том какую задачу мы с вами решаем мы уже познакомились с пропозициональной логикой с логикой высказываний в этой логике переменные обозначают высказывания которые истинно или ложно а логические связки из переменных из простых высказываний строят более сложные высказывания например отрицание высказываний или соединяет высказывание союзом и или соединяют их союзом или или строят высказывание вида если что-то одно то что то другое других выразительных возможностей логике высказываний нет и например между высказываниями два простое число и три простое число логика высказываний никаких аналогий не видит для нее это два разных высказывания оба истины и одно мы должны будем обозначить переменной какой-нибудь по 1 2 переменной p2 никаких связей между ними на уровне логике высказываний нет то же самое между высказыванием два простое число и существуют простые числа логика высказываний никаких связи не видит это два атомарных неделимых высказывания для того чтобы увеличить выразительные возможности и записать высказывания более сложные проанализировать их более детально увидеть между ними связи а значит то как они следуют одно из другого нам нужно проанализировать структуру простейшего высказывания которые не делятся на высказывания более простые на уровне логике высказывания из которые не собрана при помощи союзов и такую возможность дает логика первого порядка в разных книжках вы можете встретить термин логика предикатов логика отношений логика первого порядка это одно и то же о чем здесь идет речь о том что мы проанализируем структуру простейшего неделимого так называемого атомарного высказывания и выделим в нем то о чем что-нибудь утверждается это что о нем утверждается и первое будет объект а второй будет предикат например два простое число два объект быть простым числом предикат а вот существуют простые числа это уже становится высказыванием сложным утверждается что существует объект со свойством быть простым числом и значит в языке нам потребуются какие-нибудь специальные символы для того чтобы вот это свойство существовать выразить они называются квантерами и сейчас давайте перейдем к точному описанию того с чем мы будем именно делать в зависимости от того что именно мы описываем нам нужны нужно больше или меньше имен объектов нам нужны одни и другие предикаты то есть взаимоотношения между объектами в разном количестве и вот имена объектов конкретных которые мы рассматриваем и имена предикатов то есть отношения между этими объектами или множество этих объектов не помещаются в сигнатуру сигнатура это множество символов множество букв. И изначально никакого смысла за ними не стоит. Эти символы делятся на две группы. Это множество имен объектов и множество имен предикатов. Множество имен объектов вообще говоря может быть пустым. Возможно, ситуация, когда никакой конкретный объект нам выделять не нужно. А вот множество имен предикатов в отношении между объектами пустым быть не может. Еще два термина. Имена объектов часто называют константами. Имена предикатов часто называют предикатными символами. Теперь давайте заметим, что предикаты бывают разными. Например, быть простым числом — это предикат. Это свойство одного числа. Каждое конкретное число может быть простым или непростым. А, например, свойство делимости — это свойство пары чисел. Одно число делится на другое. То есть, у этого предиката, у этого отношения два аргумента. Вообще говоря, можно придумать и трехместные отношения, у которых три аргумента. Например, сидеть между двумя людьми на парте. Человек х сидит за партой между y и z. Трехместные отношения зависят от x, y и z. Поэтому у каждого предикатного символа должна быть каким-то образом приписана так называемая валентность или арность, количество его аргументов, количество объектов, которые он связывает. Вот множество имен объектов и множество имен предикатов мы помещаем в сигнатуру. Обозначаем ее за главной буквой сигма. Теперь повторюсь. Сигнатура — набор букв. Никакого смысла изначально у них нет. Теперь передаем им смысл. Для этого мы задаем структуру сигнатуру сигма. Для этого мы должны сказать, во-первых, о каких объектах мы говорим, об объектах из какого множества. У любой структуры есть универсум, не пустое множество объектов. Здесь он обозначен буквой М, он не пуст. В книжках вы можете также встретить термин носитель структуры или домейн структуры. Я буду говорить универсум. На этом универсуме задана вот она обозначена латинской буквой и маленькая интерпретация символов сигнатуры. То есть каждой константе мы должны сопоставить какой-то конкретный объект из универсума. А каждой предикатной букве с n аргументами это n показано верхним индексом мы должны сопоставить n местные отношения на том же самом множестве m. То есть подмножество Декартова произведения m в степне. Пара из универсума и интерпретации или интерпретирующего отображения называется алгебраической структурой данной сигнатуры сигма. Давайте посмотрим например все будет намного понятнее. Вот сигнатура у нее пустое множество констант то есть имен конкретных объектов нет вот здесь у нас с вами написано не то сюда мы не смотрим значит три одноместных предикатных буквы c w и k и теперь мы задаем интерпретацию этой сигнатуры например m это множество животных проживающих в некотором доме представьте большой многоквартирный дом в котором кто-то держит кошку кто-то собаку у кого-то попугайчик у кого-то канарейка у кого-то черепаха у кого-то может хомячок и вот все конкретные животные проживающие в этом доме образуют множество m вы можете представить не дом а деревню где помимо перечисленного у кого-то есть козы у кого-то куры у кого-то корова коза лошадь овцы там будет универсум побогаче теперь это универсум интерпретирующий отображение интерпретация букву c мы понимаем как множество кошек ну в этом доме или в этой деревне конкретных кошек там проживающих букву w мы понимаем как множество всех белых животных проживающих в этой деревне а букву k как множество всех добрых животных проживающих в этой деревне после этого символы сигнатора приобретают некоторый смысл. Буква С обозначает свойство быть кошкой, В свойство быть белым, К свойство быть добрым. И наша с вами цель сейчас описать язык, в котором мы сможем описывать свойства этой структуры. В разных деревнях жизнь может быть устроена по-разному. Где-то есть кошки, а где-то их не держат. Где-то все кошки белые, а где-то есть и белые и серые, а где-то белых кошек нет вообще. Где-то все кошки добрые, а где-то нет. И вот нам нужен язык, с помощью которого все эти свойства мы сможем описывать. Называется язык первого порядка. Давайте его определим. Итак, язык сигнатуры сигма. Помимо тех символов, которые есть в сигнатуре, содержит еще несколько групп. Группа первая, так называемые индивидные переменные. Это переменные, которые обозначают те объекты, о которых мы рассуждаем. Но не какие-то конкретные объекты, в отличие от констант, а произвольные объекты. Ну, из того же самого множества. Как правило, мы их будем обозначать малыми латинскими буквами. Дальше. У нас с вами есть привычные нам конъюнкции, дизъюнкции, отрицание, импликация. Булево-связки. И есть два новых символа, которые называются квантерами. Это квантер общности, вот он, и квантер существования. Вот он. Помимо булевых связок, в языке есть квантеры. Вот смотрите, это два новых символа, квантер общности и квантер существования. Первая, это перевернутая буква А от слова ОЛ, квантер общности. А вторая, перевернутая буква Е от слова ЭКЗИСТС, квантер существования. Существует объект такой же. Ну, и для того, чтобы регулировать порядок выполнения операции, в языке имеются скобки. Термы данной сигнатуры это обозначения для объектов. Какие объекты мы умеем обозначать? Ну, во-первых, у нас есть константы для обозначения конкретных объектов. И, во-вторых, есть переменные для обозначения произвольных объектов. Поэтому вот термы. Это символы констант и символы переменных. Множество термов обозначаем ТМ от Сигма. Множество термов в Сигнатуре Сигма. Дальше формулы. Формулы — это то, что мы умеем сказать об этих объектах. Самое простое, самое простое, что мы можем о них сказать, самое простое высказывание — это то, что какие-то объекты связаны каким-то отношением, обозначение для которого тоже присутствует у нас в Сигнатуре. И это так называемые атомарные формулы. Вот это первый пункт в определении формул. Мы берем предикатную букву ПМ и подставляем в нее термо Т1ТН. Количество Н — это число аргументов предикатной буквы, оно где-то у нее указано, где-то к ней приписано. Если П — Н местный предикатный символ, и Т1ТН — это термо, то П от Т1ТН — это атомарная формула. Самая простая формула. Дальше. Привычные нам способы образования формул. Если Фи и Пси — формула, то можно поставить отрицание, получить формулу, конъюнкцию, дизюнкцию, импликацию. И два новых способа образования формул — это с помощью квантеров. Смотрите, можно взять переменную Х и перед формулой Фи написать для любого Хфи, либо написать «существует Хфи». И это также будет формула. Других формул нет. То есть формулы снова строятся индуктивно. Самые простые формулы атомарные. Подставляем термо в предикатную букву. Более сложные формулы собираются из атомарных с помощью логических связок и квантеров. Как видите, мы здесь совсем не экономим на скобках. Какая операция выполняется раньше, та, которая внутри. Позже, та, которая снаружи. Ну, в смысле скобок. Но скобок будет очень много, выражения будут плохо читаться, поэтому так же, как в логике высказываний, мы договариваемся о приоритете операций. В отсутствии скобок, какие операции выполняются раньше, какие позже. Наиболее приоритетны все одноместные операции. То есть квантеры и отрицания. Следующая конъюнкция, затем дизюнкция, затем импликация. В соответствии с этими правилами приоритета часть скобок мы сможем опускать. Что здесь важно? Квантеры и отрицания выполняются в том порядке, в котором написаны. То есть то, что к формуле ближе, выполняется раньше, то, что от формулы подальше, выполняется позже. Язык описан, синтаксис полностью описан. И вот на этом языке мы сможем описывать свойства структур. Смотрите как. Да, простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Еще одна важная вещь. Еще немножко терминологии. Как я уже сказала, перевернутая а и перевернутая е называются квантерами. И квантер всегда используется, с некоторой переменной, которая стоит рядом с ним. Эта переменная, тогда мы говорим, что у нас имеется квантер по этой переменной. Формула, которая стоит после квантера, называется областью действия этого квантера. И квантер, любой квантер связывает те вхождения переменных, которые при нем, и вхождение переменной при квантере в области действия этого квантера. Такие вхождения переменных называются связанными, а другие, все остальные вхождения переменных называются свободными. Итак, связанные вхождения переменных — это вхождение переменных при квантере и вхождение этой же переменной в область действия квантера по этой переменной. Ну, вот посмотрите, пожалуйста, например, вот формула. Давайте посмотрим, как она образована. Имеется двуместная предикатная буква r, в которую подставлены две переменные x и y. Получилась формула r от x, y. Затем мы к ней применили квантор существования и перед этим квантор всеобщности. Получили формулу для каждого x найдется y, такой, что r от x, y. Затем мы взяли другую предикатную букву, тоже двуместную, q. И записали, подставили в нее две переменных, тоже x и y. Но квантор всеобщности мы написали только по одной переменной, только по x. Получили формулу для любого x, q от x, y. Между ними мы поставили конъюнкцию. Снова получили формулу. Конъюнкция двух формул – это формула. Значит, какие вхождения переменных здесь будут связаны. Ну, во-первых, при кванторах. Это x там, где для любого x. Это y там, где существует y вот тут. И это вот этот x снова там, где для любого x. При кванторах и в области действия этих кванторов. Кванты для любого x. Первый. Куда действуют? Ну, вот на это вхождение x, которое внутри r. Смотрите, я связанные вхождения выделяю желтеньким. Кванты существуют y. Куда действуют? Вот скобками ограничена область действия этого квантора. Он действует на r и не действует на q. Значит, квантор существует y, связывает вхождение переменной y в формуле r от x, y. И не связывает в формуле q от x, y. Вот этот y в q от x, y, он свободный. Соответственно, x в код x, y связан вторым квантором. Вот этим. Для любого x в код x, y. Точно так же. Вот давайте посмотрим еще на две формулы, написанные внизу. Если для всех x, p от x, то p от x. Вот здесь вот всюду. Пусть p – это одноместная предикатная букву. Здесь всюду входит переменная x. Но как она входит? Слева, там, где для любого x, p от x, оба вхождения x связаны при кванторе и в области действия квантора. А вот здесь вот справа, в p от x, x свободный. Он квантором не связан. Что для нас с вами это означает семантически? Какой в этом смысл? Когда мы говорим для каждого x верно, p от x, это означает, что когда мы с вами рассматриваем алгебраическую структуру, то есть конкретную модель, которую мы пытаемся описывать, конкретную структуру, которую мы пытаемся описывать, то когда мы говорим для каждого x, p от x, мы имеем в виду, что для всех объектов из этой структуры верно свойство p. А когда мы говорим просто p от x, мы имеем в виду, что если вместо x подставить какой-то конкретный объект, то свойство p для него будет либо верным, либо неверным, либо истинным, либо ложным. То есть что говорит эта формула? Для всех x, p от x. Если для всех x, p от x, то p от x. Она говорит, что если для всех объектов из универсума верно свойство p, то оно верно для какого-то конкретного x, который мы выберем. И смотрите, пожалуйста, роль свободных и связанных переменных, она разная. Свободные переменные являются параметрами формулы. Истинность формулы зависит от того, что мы выберем в качестве значения свободной переменной. А связанные переменные параметрами формулы не являются. Выбирать значения связанных переменных мы не можем. То, как их понимать, определяется тем, какой квантер по этой переменной написан. Если написано для всех x, p от x, мы должны проверить, что для каждого объекта x из нашего универсума p верно. Как вы думаете, верна ли первая формула? Если для всех x, p от x, то тогда p от x. Мы проверяем себя. Да, конечно, это верный принцип. Если свойство p верно для всех объектов универсума, то оно будет верно для того объекта, который мы выберем в качестве x. Давайте посмотрим на следующую формулу. Если существует x, p от x, то тогда p от x. Опять, x при квантере и в области его действия, вот здесь, желтенький, это связанное вхождение. x справа, вот этот зелененький, это свободное вхождение. Что тут говорится? Если есть x, обладающий свойством p, то p выполняется для данного конкретного x. Какого? Между вот этим связанным желтым x и свободным зеленым нет никакой связи. Тут сказано, что если есть объект со свойством p, то x является этим объектом, то x обладает свойством p. Конечно, это неверно. Из того, что существуют простые числа, не следует, что 4 – простое число. Мы можем в качестве свойства p взять свойство, быть простым числом. Универсум – натуральные числа. Если существуют простые числа, то x – простое число. Так ли это? Конечно, нет. Это зависит от… Конечно, может быть и не так. Зависит от того, что мы выбрали в качестве x. Выберем в качестве x любое составное число, получим ложное утверждение. Немножко терминологии еще. Замкнутая формула. Замкнутая формула – это формула, в которой нет свободных переменных. Что это означает? Это означает, что в ней нет параметров. И в каждой конкретной алгебраической структуре эта формула будет либо истинной, либо ложной. Значение параметров подставлять не надо. Параметров нет. Так. Ну, давайте вернемся к нашему примеру. Итак, сигнатура, в которой нет имен. И есть три предикатных буквы – C, W и K. Структуру этой сигнатуры. Мы берем некоторое множество животных в каком-то ограниченном районе. Буква C означает свойство быть кошкой. Буква W обозначает свойство быть белой. Буква K – свойство быть доброй. Вот здесь выписаны некоторые формулы слева. Давайте посмотрим, что они обозначают. Первая формула – найдется X такой, что C от X и W от X. Что она означает? Что есть такой X в нашем универсуме, который одновременно обладает свойством C и свойством W. То есть, который одновременно кошка и белая. То есть, тут сказано, что существуют белые кошки. Если в нашей деревне белые кошки есть, это формула в этой деревне истина. Если нет, то ложно. Следующая формула. Существует X, такой, что C от X и неверно, что не W от X. Это формула номер 2. Что она означает? Есть такой объект, такое животное, которое обладает свойством C и не обладает свойством W. То есть, оно кошка и оно не белое. Что тут сказано? Существуют не белые кошки. Так это? Ну, так, конечно. Для большинства сообществ это так. В какой-то конкретной деревне это может быть неверно. Третья формула. Для каждого X, если C от X, то K от X. То есть, для каждого X, если X обладает свойством C, то есть он кошка, то он обладает свойством K, то есть он добрый. Как мы коротко скажем то же самое. Все кошки добрые. Для каждого X, если он кошка, то он добрый. Следующая формула. Давайте посмотрим. Для каждого X из C от X и W от X следует K от X. То есть, если X обладает одновременно свойствами C и W, то он обладает свойством K. То есть, если он одновременно кошка и белый, то он добрый. Что тут сказано? Все белые кошки добрые. И опять же, в той деревне конкретной, которую мы рассматриваем, в той алгебраической структуре, о которой мы говорим, это свойство может быть либо верным, либо неверным. Все эти формулы с первой по четвертую не содержали свободных переменных. Все вхождения переменных в эти формулы связаны квантерами. Соответственно, это замкнутые формулы, и они в нашей структуре либо истинны, либо ложны. Пятая формула от них отличается. В ней переменная X свободна. Что с ней произойдет в нашей структуре? Нельзя сказать, что она истинна или ложна. Нельзя сказать, что X белая кошка или нет, потому что мы не знаем, кто такой X. Но если вместо X мы возьмем конкретный объект универсума, формула станет либо истинной, либо ложной. Если вместо X мы возьмем реально белую кошку-бурку, то формула окажется истинной. Если в качестве X мы возьмем, пусть и белого, но пса-шарика, формула окажется ложной. Почему? Потому что C от X будет ложным, значит ложный конъюнкция. Если в качестве X мы возьмем серую кошку, серого кота Ваську, формула будет все равно ложной. Да, X кошка. Но давайте мы тут пол не различаем кошку и кота. X будет кошкой, но он не будет белым. Значит, второй конъюнктивный член ложа, формула ложная. Повторюсь, для незамкнутой формулы истинность формулы зависит от значения ее параметров, то есть входящих в нее свободных перемен. Хорошо. Давайте мы с вами попробуем делать вот что. Здесь наша с вами цель вот какая. В той же самой структуре, в той же самой сигнатуре, простите, пожалуйста, и с такой же интерпретацией нам нужно записывать формулы, которые обозначают то или иное утверждение. Вот здесь четыре утверждения. Их все по очереди. Нам с вами нужно записать. Вот первое. Все кошки белые либо серые. Как мы это запишем? Давайте подумаем. Так, ну что же. Давайте попробуем записать первую формулу. Что значит, что все кошки белые или серые? Это значит, какое бы животное в нашей деревне я не поймала, если оно кошка, то оно или белое, или серое. Здорово, только у меня нет свойства быть серым. Значит, мне нужно расширить сигнатуру. Мне нужно ввести еще одну предикатную букву, какую-нибудь. Ж от х, от слова gray. И тогда сказать такое, что для каждого х, если х кошка, то х белый или х серый. Что же, вторая формула. Существуют как белые кошки, так и белые собаки. Как это записать? Давайте подумаем. Теперь давайте обсудим. Можно сказать так. Существует х. Существуют как белые кошки, так и белые собаки. Это означает, что существует объект, который является белой кошкой. То есть он кошка и белый. И существует объект, который является белой собакой. То есть он собака и белый. Понятно, что эти объекты разные. Поэтому мы должны сказать, что есть такой х, что c от х и белый от х, и w от х. И существует такой х, что d от х и w от х. d – это свойство быть собакой. Его тоже в сигнатуре нету, но мы с вами должны его добавить. Сигнатуру. Смотрите, мы сигнатуру расширили уже двумя буквами. Буквой g для серых животных и буквой d для собак. Теперь смотрите, пожалуйста. Я и здесь, и для обозначения кошки, и здесь, для обозначения белой собаки, использую одну и ту же букву х. Можно ли так делать? Да. Вот этот квантер существует х. Он влияет только вот сюда. Вот его область действия. И после того, как эта область действия закончена, переменная х свободна, ее можно использовать заново. Второй квантер, он действует вот сюда. Могла ли я использовать разные переменные? Да, конечно, могла. Я могла вот здесь, всюду, вместо х, использовать букву у. Поменялся бы от этого смысл формулы или нет? Нет, не поменялся. Первая часть говорит, вот эта часть, говорит, что существуют белые кошки. Вторая часть, вот эта, говорит, что существуют белые собаки. Какой буквой обозначена белая кошка, какой белая собака, совершенно не важно. Так, ну, давайте к третьей формуле обратимся. Некоторые, все собаки, атакуют всех кошек. Это что-то новенькое. Свойство атаковать – это уже не свойство одного объекта, а свойство двух. х атакует у. Значит, нам нужна с вами в сигнатуре новая предикатная буква, новый предикатный символ, и он уже должен быть двухместным. Я обозначу его буквой А. А от x, y. Новая предикатная буква. И в нашей сигнатуре она будет означать, что x атакует y. Как нам теперь сказать, что все собаки атакуют всех кошек? Если мы возьмем двух животных, и окажется так, что одно из них собака, а другое кошка, то первое будет обязательно атаковать второе. То есть для всех х и для всех у, если х кошка, а у собака, то что тогда? Тогда y будет атаковать х. Вот третья формула. Все собаки атакуют всех кошек. Четвертое. Смотрите, похожее утверждение на другие квантеры. Некоторые собаки атакуют некоторых кошек. То есть есть такая пара собака-кошка, в которой собака атакует кошку. Понятно, что квантер существования. Что под квантером? Значит, есть такие х и такой у. Какие? Ну, что х кошка, у собака, и что дальше? И еще у атакует х. Вот так. Обратите внимание, пожалуйста, вот на эту импликацию и вот на эту конъюнкцию. Видите? Для того, чтобы выразить, что есть объект с каким-то свойством, нам чаще приходится конъюнкцию использовать. Для того, чтобы для всех объектов выполняется какое-то свойство, чаще импликацию. Давайте еще немножко потренируемся. Пятое. Некоторые собаки атакуют всех кошек. Что это означает? Это значит, есть такая собака, которая атакует всех кошек. То есть, есть такой х. Какой? Во-первых, он собака. И во-вторых, он атакует всех кошек. Что это значит? Это значит, для каждого у, который кошка, если у кошка, то х его атакует. Вот пятое утверждение, пятое формула. Посмотрите, пожалуйста. Верно? Хорошо. Давайте посмотрим на шестую. Все собаки... Простите, пожалуйста, тут мы будем записывать не совсем то, что тут написано, все собаки атакуют всех кошек, мы с вами уже записали. Давайте напишем, все собаки атакуют некоторых кошек. Не всех, некоторых. Как нам это написать? Для любого животного х. Если он собака, то есть кошка, которую он атакует. То есть, есть такой у, кошек, что у кошек, и наш х ее атакуют. Вот так. Это исправленное шестое утверждение. Все собаки атакуют некоторых кошек. но давайте себя проверим. Более простые утверждения. Вот два утверждения. Некоторые добрые кошки белые и некоторые белые кошки добрые. Эти утверждения равносильны или нет? Они говорят, одно и то же или нет. Некоторые белые кошки добрые. Как мы запишем? Мы запишем, найдется найдется такой х, что, во-первых, он кошка, белая кошка, а, во-вторых, он добрый. То есть он белый. И кошка. И еще он добрый. А как мы напишем, что все добрые кошки белые? А точно так же. Найдется такой х, что он добрая кошка, то есть вот это. И к тому же он белый. То есть вот это. Как видите, одна и та же формула. Все белые кошки добрые и все добрые, некоторые белые кошки добрые и некоторые добрые кошки белые. Два высказывания, которые выглядят по-разному, а по сути утверждают одно и то же. Что они утверждают? Вот что. Что если у нас есть множество кошек, и некоторые из них белые, и некоторые из них добрые, то вот здесь вот в среде, вот здесь вот, да, тут должны находиться кошки, которые добрые и белые. Тут есть какое-нибудь животное. И первая формула, и вторая формула утверждают именно это. Значит, это два по-разному выглядящих утверждения, но они полностью равносильны по смыслу. Следующая формула, следующее утверждение. Их тоже два. Восьмой пункт. Все белые кошки добрые и все добрые кошки белые. Что тут сказано? Давайте напишем сначала, что все белые кошки добрые. Это означает, что для любого животного. Если оно белая кошка, то оно доброе. То есть, если оно кошка и белое, то оно доброе. Что это означает на картинке? Вот есть кошки и некоторые из них белые. И вот все они должны быть добрыми. То есть, вот сейчас, простите, пожалуйста, плохо вам будет видно. Давайте я вот так лучше нарисую. Вот так. Вот это добрые. Желтенькие. Всякий, кто белая кошка, кто попал вот сюда, вот в это вот множество, оказывается так же и добрым. То есть, вот эта серединка, белые кошки, все попадают в множество добрых животных. Что говорит вторая формула? Все добрые кошки белые. Что это означает? Что для каждого х, если он добрый окошко, с от х и к от х, то он белый. Какая это картинка? Это вот какая картинка. Те кошки, которые к тому же добрые, это вот этот, вот эта область, вот это К, вот это В, вот это, простите, пожалуйста, кошки. Вот это кошки. Они к тому же белые. Вот так. И посмотрите, пожалуйста, вот в первой ситуации, на первой картинке, вот здесь, конечно, все белые кошки добрые. Но правда ли, что все добрые кошки белые? Нет. Вот она. Это добрая кошка, и она не белая. На второй же картинке, наоборот, на второй картинке, конечно, все добрые кошки белые. Но вот белая кошка, и она не добрая. То есть, утверждение, два утверждения в восьмом примере, как видите, говорят разное. Друг из друга они не следуют. Друг другу не равносильны, и более того, друг из друга не следуют. Вот еще один пример, и он снова про кошек. На картинке точками изображен та же самая, немножко другая, простите, сигнатура. В ней опять пустое множество имен, и три предикатных символа. Констант нет, три предикатных символа, С и В одноместные, и двуместный предикат П. Я собираюсь описывать следующую структуру. Вот она нарисована на картинке. Точками обозначены элементы структуры. обведены белыми точками. Обозначены те из них, которые кошки. Ну, как видите, никого кроме кошек у меня в этой структуре нет. Ну, я могу вообще-то подрисовать, конечно. Давайте попробуем подрисовать, чтобы у нас было поинтересней. Да, вот пусть у нас будет еще вот так, и вот так. Вот так, и вот так вот. Вот давайте белым нарисованы кошки. Белые точки – это кошки. Желтые точки – другие какие-то животные, не кошки. Неважно. Неважно в данной ситуации какие. Белым кружочком обведены белые животные. То есть вот у нас имеются три белые кошки и одна белая не кошка. Желтенькая. Желтый кружочек. Теперь, что изображают стрелочки. Вот тот самый двуместный предикат П, который у нас есть в сигнатуре. Это предикат родительства. Стрелочка идет от родителя к его ребенку. То есть, например, у нас с вами вот у этих двух не кошек, одна белая, вторая нет, у них один детеныш. Вот у этих двух кошек, вот этот и второй, у них два детеныша. Вот у тех кошек, у которых сверху, верхние две точки, одна белая, вторая нет. У них два детеныша, И у этих детенышей уже свои детеныши есть. Вот такая какая-то структура. Давайте попробовать писать формулы. Тут написано несколько утверждений. Мы сейчас будем их записывать формулами и пытаться разобраться, истинны эти формулы или нет, для нашей с вами структуры. Первое. У всех белых кошек все потомки, то есть все детеныши, давайте, потомки, это потомок синоним слова детеныш, прямые потомки. Даже не прямые потомки, а непосредственные потомки, не внуки. У всех белых кошек все потомки белые. Как это написать? Наверное, так. Для любого х, для любого и у. Если х белая кошка и у ее потомок, то есть х родитель у, то тогда у тоже белый. Вот так. У всех белых кошек все потомки белые. Ну, давайте смотреть, так ли это. Как вы считаете, в нашей структуре это верная формула или нет? Ну, конечно, нет. Вот у нас с вами наверху есть белая кошка, у которой два потомка, один белый, а второй не белый. Она у нас верхняя, самая левая. Или у нас есть даже вот две белых кошки, вот они с края слева. У них два потомка, и эти потомки, вот давайте я покажу, вот они, вот эти две белые кошки, вот эти две белые кошки, секундочку, вот, вот она, и вот она. И вот у них два потомка, вот они, и они не белые. Значит, первое утверждение записывается вот такой формулой, но оно неверно. Давайте напишем другое утверждение, номер два. У всех белых кошек все родители белые. Как нам написать? Очень похожая формула. Если мы возьмем белую кошку и возьмем ее родителя какого-то, он должен казаться белым. То есть для каждого х, для каждого у. Если х белая кошка, кошка и белая, и у ее родитель, вот так, у родители х, то у белые. Так ли это у нас с вами? Тоже не так. Вот у нас с вами белая кошка, сейчас я вам ее покажу. Вот она, вот белая кошка, и у нее есть, вот он, не белые родители. Третью давайте запишем. У всех белых кошек есть белый потомок. Не все потомки белые, а есть белый потомок. Значит, для любого х, если х белая кошка, если х кошка и белая, то у нее есть белый потомок. То есть есть такой у, который потомок х и у белый. Верный ли это принцип? У всех белых кошек есть белый потомок. Верный ли он для нашей структуры? Для нашей структуры нет. Вот белая кошка, например, у нее нет белого потомка. Четвертое. У всех белых кошек есть белый родитель. Мы с вами уже похожую вещь делали, симметрично, да? Для каждого х, если х белая кошка, то у нее есть белый родитель. Есть такой у, который родитель этого х, и он белый. Верный ли это принцип? В нашей с вами структуре тоже нет, потому что вот у этой белой кошки в нашей структуре вообще нету родителей. Ну, может, были когда-то, а сейчас вот их нет. Мы их не рассматриваем. В этой структуре у нее нет белого родителя. У нее вообще нет родителей. Следующая формула. А вот следующая формула, она уже с параметром должна быть. До сих пор мы с вами записывали верные или неверные высказывания с помощью формул. Формулы получались замкнутыми, им нельзя было содержать параметры. А сейчас нам надо написать, что некоторые объекты – это белая кошка, у которой есть белый родитель. Как это написать? Надо сказать, что х является кошкой, и он белый. И у этой кошки есть белый родитель. То есть существует у, который родитель этой кошки, и он белый. Для каких х эта формула окажется истинной? Вот для этого. Это белая кошка, и вот он у нее, белый родитель. А для других кошек, либо они не белые, либо у них белого родителя нет. Вот эта кошка тоже белая, но у нее нет белого родителя. И это тоже самое. То есть в зависимости от того, какую кошку я подставлю вместо х, я получу либо верное, либо неверное утверждение. Давайте в качестве упражнения я вам предложила списать белая кошка, у которой есть не белый родитель. Кошка. Давайте, попробуйте записать, и мы сейчас проверим. что надо изменить в написанной нами формуле. По-прежнему надо сказать, что х кошка, и по-прежнему надо сказать, что он белая. И есть такой у, который родитель, только что он не белый. Вот формула, которая годится к пункту 6. Какие кошки сюда подойдут? Тоже одна единственная, это же самое вот это. У нее есть не белый родитель, вот он. Но остальные кошки либо у нас с вами не белые, либо у них вообще родители нет. Давайте на другой пример посмотрим. Немножко другая сигнатура. Множество констант опять в пустом. И два одноместных предиката М и С. Две одноместных предикатных символа. И один двуместный предикатный символ О. Структура такая. Универсиум — это множество всех людей. Интерпретация для М — это множество математиков среди людей. Интерпретация для С — множество шахматистов среди людей. А буква O означает отношение старшинства. O от x, y означает, что x старше y. Для того, чтобы освоиться с этой структурой, смотрите, вот тут три формулы. Давайте поймем, что тут написано. Существует x, который c от x и m от x. Что это означает? Это означает, что есть шахматист, который является математиком. То есть вот если у нас вот это математики, а это шахматисты, то вот тут кто-то есть, математик, который является шахматистом. Что второе формула означает? Что для каждого x, если он шахматист, то он математик. Вот это первая формула. Вторая формула. Давайте не здесь, давайте вот здесь запишем. Что для каждого x, если он шахматист, то математик. Ну вот, они шахматисты, да? И они все должны быть математиками. Вот так. Вот что говорит вторая формула. Что говорит третья формула? Она говорит, что если у нас есть шахматист и математик, то первый обязательно старше второго. Это такое забавное утверждение. В частности, не может быть одновременно математика, который шахматист, потому что он должен будет быть старше сам себя. Когда мы пишем для каждого x, для каждого y, и x и y пробегают весь универсум нашей структуры. В частности, они могут и совпасть. Если у нас есть некоторый математик-шахматист, мы можем его взять и в качестве x, и в качестве y и получить, что поскольку он и математик, и шахматист, он должен быть старше сам себя, а это противоречит. То есть третья формула, она говорит что-то вот такое, что у нас вот есть шахматисты, вот есть математики, и всех шахматисты старше. То есть вот стрелочка «быть старше», она проведена вот так, из множества c в множество m. Вот так они идут. Это «быть старше». Теперь первый вопрос, который здесь нам предлагается. Старший математик среди шахматистов и старший шахматист среди математиков. Это один человек или, возможно, разные. Обязательно ли это одна и та же персона? Ну, чтобы не заниматься словесной казуистикой, давайте попробуем записать формулу с параметром, которая говорит, что x — старший математик среди шахматистов. Что это означает про x? Это означает, что, во-первых, он математик. И он старший математик среди кого? Среди шахматистов. Значит, сам он тоже шахматист. И для всех шахматистов, кроме себя самого, он старше. Значит, для каждого y, если этот y — шахматист, то он либо совпадает, не совсем так. он старший математик среди шахматистов. Это значит, что среди шахматистов нету математиков старше него. Он не самый старый шахматист, а он самый старый шахматист-математик. Значит, для каждого y, если y — шахматист и математик, и он не равен x, то x старше. Вот так. Вот так. Ну, теперь смотрите, кто такой старший шахматист среди математиков. Он шахматист, он математик. И среди таких он старший. То есть, то же самое, среди шахматистов-математиков, не совпадающих с ним, он будет старше них. То же самое. То есть, да, да, старший математик среди шахматистов, старший шахматист среди математиков — это одно и то же лицо. А теперь следующая история. Вот тут нам понадобится целый экран, поэтому запомните, пожалуйста, вопрос. Лучший математик среди шахматистов и лучший шахматист среди математиков. Это одно и то же лицо? Или нет? Кто такой лучший математик среди шахматистов? Ну, он, во-первых, шахматист. И он математик. Все-таки не очень. Вот так, наверное. И среди шахматистов он лучший математик. Что это значит? Что если мы возьмем другого шахматиста, математика, то наш х будет лучше. Лучше в каком качестве? Как математик. То есть мы умеем сравнивать математиков между собой. Один лучше, другой хуже. Ну, это странное предположение, но предположим, что это так. И что получается? Получается, что для любого Y, который шахматист и математик, простите, здесь, конечно, Y. И который не совпадает с X, Y будет хуже, чем X. В каком смысле? Как математик. Вот мы вводим такое BM, Beta, как математик. M от математики. B от Beta, M от математики. Вот наш х будет лучше у, как математик. Вот эта формула говорит, что х лучший математик среди шахматистов. Кто такой лучший шахматист среди математиков? Ну, он тоже. Он математик. Он шахматист. И среди шахматистов-математиков он лучший. Но в каком смысле? В смысле игры в шахматы. То есть мы умеем сравнивать людей как шахматистов. Одни лучше, другие хуже. И для любого Y, который шахматист и математик, и не совпадает с X, X лучше, как шахматист. И это другой предикат. B с индексом C, это другая предикатная буква, обозначающая, вообще говоря, другой предикат. Вот давайте предположим, что у нас имеются два человека. И пусть они даже все шахматисты и математики одновременно. Пусть у нас все шахматисты-математики, все математики-шахматисты. Пусть даже так. И вот как математики, они расположены вот так вот. Вот так. Стрелочка говорит, ты лучше меня. Эта стрелочка лучше, как математик. И кто тогда у нас лучший математик среди шахматистов? Вот он. А сейчас, простите, пожалуйста, это не соответствует тому, как мы с вами делали раньше. Вот он. Стрелочка говорит, я лучше тебя. У нас с вами первый аргумент лучше второго. Стрелочка говорит, я лучше тебя. и вот он. Это лучший математик среди шахматистов. Но вполне может быть, что посоревновавшись по шахматам, они установили между собой вот эти стрелочки. Это я лучший математик. У начала стрелочки стоит более хороший математик. Но вполне может оказаться, что когда проводили турнир по шахматам, то места выстроились вот таким вот образом. Вот так. Например, вот так. Сейчас, простите. Вот. И вот так. Это у нас с вами бета-с. Лучше как шахматист. И тогда лучший шахматист среди математиков у нас кто? Вот он. И это другой человек. Значит, вот это вот зелененький, а это желтенький. Вот он. И вот. Видите, когда мы говорим про старшего математика среди шахматистов и старшего шахматиста среди математиков, мы имеем в виду один и тот же порядок быть старшим. Это один и тот же порядок на множестве людей, которые мы рассматриваем. А когда мы говорим про лучшего шахматиста среди математиков, лучшего математика среди шахматистов, мы имеем в виду два разных порядка. Одно упорядочение как шахматистов, другое упорядочение как математиков. И вообще говоря, получиться у нас с вами могут разные люди. Как видите, язык первого порядка дает очень удобные возможности для анализа для анализа утверждений, либо даже не утверждений, описаний тех или иных объектов. Вот у нас с вами еще один пример. Смотрите, пожалуйста, немножко другая сигнатура. Снова у нас нет констант, то есть нет обозначения для конкретных объектов. Есть предикатные буквы, две одноместные, М и Ф, две двуместные, П и О. Структура следующая. Д – это некоторое множество людей, М – это множество мужчин среди этих людей, Ф – множество женщин среди них. Два отношения. П – это быть родителем. П от Х, Y говорит, что Х – родитель Y. И второе отношение – О – быть старше. О от Х, Y говорит, что Х старше, чем Y. Ну и вот нам с вами надо сказать, что Х является старшей сестрой для Y. Надо написать формулу. Как вы думаете, сколько будет свободных переменных параметров? Верно, две. X и Y. Истинность этого утверждения, что Х старше и сестра для Y, зависит от того, кого мы подставили вместо X и Y. Значит, должны быть две свободных переменных. Что мы должны написать? Ну, во-первых, что Х является сестрой Y. Что для этого должно быть? У них должен быть общий родитель. Правильно? Давайте мы будем сестрами, братьями считать всех имеющих общего родителя, не обязательно общего маму и общего папу. Хотя бы один общий родитель. Значит, первое, мы говорим, что Х и Y – сиблинги. То есть, найдется такой Z, который родитель для X и Y. P от Z и X и P от Z и Y. Отлично, у X и Y есть общий родитель. Что мы еще должны сказать? Для того, чтобы X был сестрой, он должен быть девочкой. И F от X. И что еще? А еще он должен быть старше всех остальных детей этого Z. Я рано закрыла вот эту скобку. Мы ее открываем. Простите, пожалуйста, неверно говорю. И что еще? И X должен быть старше, чем Y. И к тому же X старше. Обратите внимание, пожалуйста, вообще говоря, человек имеет общего родителя сам с собой. Если мы посмотрим вот на эту часть, есть общий родитель, то пара X и X вполне подходит. X и X имеют общего родителя. но X не может быть старше сам себя, поскольку строгое старше. То исключать X равный Y мы не должны. Он исключится автоматически вот этой вот, вот этим конъюнктивным членом. Давайте теперь запишем формулу, которая будет говорить, что X старшая дочь для Y. Что это означает? Это означает, что, ну, во-первых, Y является родителем X. Во-вторых, чтобы X было дочерью, чтобы X был дочерью, он должен быть женщиной. А еще, ну, кто такая старшая дочь? Это старшая из дочерей или старшая из детей? Можно понимать и так, и так, да? Это старшая среди девочек, родившихся у Y, или старшая среди детей всех, родившихся у Y. Давайте считать, что старшая среди всех детей, родившихся у Y, тогда будет немножко короче. Тогда что мы должны сказать? Мы должны сказать, что для каждого Z, который ребенок нашего Y, если P от Y, Z. И если этот Z не сам X, то X старше. И вот здесь вот это не равно, мы обязаны написать. Почему обязаны? потому что X точно среди детей Y, X не может быть старше себя, и понятие старшей дочери включает быть старше остальных детей Y. Вот это остальных тут и написано. Уже по этим примерам видно, что для того, чтобы выражать некоторые вещи, нам необходимо иметь равенство. В отличие от остальных символов сигнатуры, равенство во всех интерпретациях всегда понимается одинаково. Равенство это совпадение элементов. И я буду в следующих задачах отдельно говорить, разрешено ли нам использовать равенство, то есть мы рассматриваем сигнатуру с равенством, или не разрешено, мы рассматриваем сигнатуру без равенства. И от этого выразительные возможности будут существенно меняться. Равенство, если оно присутствует в сигнатуре, всегда будет пониматься как совпадение, тождественное совпадение элементов. Такие структуры, в которых равенствует совпадение, называются нормальными структурами. Но вот когда у нас с вами равенство есть в языке, никаких структур, кроме нормальных, мы рассматривать не будем. На этом мы с вами заканчиваем. Что мы обсудили сегодня? мы описали язык первого порядка, его семантику, определили, что такое формула истинная или ложная в данной алгебраической структуре и научились с помощью языка первого порядка описывать свойства алгебраической структуры, либо задавать объекты из этой алгебраической структуры. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok